МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готово развалиться. Опустеет ли один из торговых центров Барнаула? Хочешь жить? Умей крутиться. Старинная мельница в Михайловском районе может получить статус объекта культурного наследия. Большинство депутатов Краевого ЗАГС Собрания поддержали сегодня отчет губернатора региона Виктора Томенко. Результат работы, которую правительство проделало в коронавирусный год, приняли. За что главу региона хвалили и критиковали, расскажем далее. Год был не таким, как все, и не только для Алтая. Лейтмотив доклада Виктора Томенко. Губернатор еще раз поблагодарил медработников за спасение жизни во время пандемии. Подчеркнул, что многие сферы пострадали, но федеральная поддержка в 2020-м возросла. Организации наиболее пострадавших секторов экономики получили поддержку в виде прямых субсидий на заработную плату, отсрочки уплаты налоговых платежей, кредитные ресурсы, которые отслуживались по минимальной ставке. Значительная помощь была оказана непосредственно нашим гражданам, особенно семьям с детьми, в виде единовременных и ежемесячных выплат для детей разного возраста. Из минусов ковидного года – проседание общепита и розничной торговли. Пострадал агропромышленный сектор туризм. Многие объекты ЖКХ, изношенные отрасли, требуют вложений. В плюсе за прошедший год, по замечанию Томенко, строители. Объемы промпроизводства на уровне 2019 года. Значительные вложения и в социальную сферу. Выросла средняя зарплата жителей края и составила почти 30 тысяч рублей. Одна из главных задач на этот год – рост зарплат муниципальных служащих на 15%. И финансовая помощь для газификации жилья. Мы рассматриваем возможности увеличения материальной помощи социально не обеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу. И я сегодня, пользуясь этой возможностью, с этой трибуны поручаю правительству, органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении. В этом году начнут решать проблему транспортной недоступности сел. Районы получат 300 миллионов на покупку автобусов. Еще 30 – на поддержку торговли в отдаленных пунктах. Позитивный настрой губернатора разделили не все фракции. Справедливо-Россы с замечаниями отчет поддержали, а вот представителей КПРФ и ЛДПР – нет. И мы с вами знаем те регионы, в которые приезжают, и знаем те регионы, из которых уезжают. И нам, фракция, очень бы хотела, чтобы Алтайский край был тем регионом, в который приезжают. Потому что если мы ситуацию не изменим, то фактически Алтайский край, он обречен. Но плюсы ковидного года тоже никто не отменял, и о них сегодня открыто говорили. Ну и в целом, социальная сфера работает, ни одна соцпрограмма не остановлена, все госпрограммы поддержки работают, бизнес не остановил, развивается, даже со всеми задачами, которые были. Мы видим, что в край приходят деньги, приходят средства федерального бюджета, высвобождается средство от обслуживания дорог, трасса переведена серьезно на федеральный уровень, а это значит, больше средств останется на обслуживание наших региональных дорог, и улучшится качество жизни наших людей. За три года наш краевой бюджет со 100 миллиардов рублей вырос практически до 160 миллиардов рублей, а в 2021 году мы направили уже органы местного самоуправления для решения всех вопросов практически более 40 миллиардов рублей. Это беспрецедентная цифра, которой в принципе в истории Алтайского края никогда не было. По итогу отчет поддержали 47 человек, лишь 10 оказались против. Один воздержался, один не голосовал. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Алтайские медики, что перенесли ковид-19, смогут пройти лечение в санаториях. Такое предложение озвучила зампредседателя Краевого законсобрания по здравоохранению и науке Ирина Солнцева. На программу реабилитации медработников уйдет 72 миллиона рублей. По данным Минздрава, в нее могут попасть 2400 врачей и других медработников. Все они перенесли ковид в средней или тяжелой форме. Лечение и реабилитация будут проходить на базе санаториев «Сосновый Бор» и «ОПь» в Барнауле. Этот вопрос обсудят в ближайшее время. Один из крупных торговых комплексов Барнаула может опустить. Такая информация появилась в соцсетях. 47 арендаторов торгово-выставочного комплекса «Республика» якобы готовы закрыть свои отделы. Так ли это и в чем причина, узнавала Татьяна Голубева. Судя по постам в социальных сетях, нынешний владелец торгового комплекса передает его в долгосрочную аренду группе компаний. Арендаторам предлагают подписать новый договор субаренды на принципиально других условиях, многие из которых бизнесменов не устраивают. Была назначена общая встреча. Собрание между арендаторами и собственником торгового центра проходило сегодня за закрытыми дверями. Нас сегодня туда не пустили. И собрание длилось ни много ни мало – два с половиной часа. Как нам пояснили позже, встреча была не публичная, и журналистов там не ждали. Большая часть арендаторов уже после ее завершения общаться с нами не пожелала. Кто-то говорил, что все равно собираются уходить из республики, другие явно намерены были остаться. И оглашать тему встречи не особенно желали. Общаться согласился лишь один арендатор. Если многие арендаторы привыкли к тому, что существует фиксированная арендная ставка за квадратный метр определенный, то в данном случае управляющая компания центральной части России и другого, видимо, уровня управления и понятия финансовых показателей, и затрат, они пришли с условиями в процент от товара оборота. И, конечно же, многих арендаторов это не устроило. Как нам рассказала Мария, после личного общения стало понятно, что новый арендодатель готов к диалогу. И все условия договора обсуждаемы. Это же подтвердил в личной беседе с нашей съемочной группой сам директор группы компании «Ермак». Без камеры он сообщил, что в их интересах наладить контакт с каждым арендатором. А их здесь 101. И такая встреча, как сегодняшняя, явно не последняя. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Сфера образования окажется у порога нового кодекса нравственности. Он может коснуться правил ведения страниц в соцсетях, как педагогов, так и самих учеников, и самих норм отслеживания новых постов друг у друга. Ведь все помнят историю, в которую попала некогда барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова. В барнауле состоялся круглый стол со специалистами сферы и подробностей у Артема Гусельникова. Диалог закончился тем, что мне было предложено написать заявление по собственному желанию. Татьяна Кувшинникова или учительница в купальнике – ярчайший в России пример того, до чего может довести поиск нравственности в личной жизни педагога. В 2019-м она опубликовала это фото. Женщина занималась зимним плаванием и так поздравила всех с открытием универсиады в Красноярске. Поздравления не оценили. Началась травля, мол, такие снимки не красят педагога. Родители школьников Татьяну поддержали, а вот начальства – нет. Проверки начались на уроках. До этого не было за полгода ни разу проверки. Ни одной, ну как бы никто не сидел у меня на уроках. Татьяна и сейчас не готова общаться на эту тему. А спустя два года соцсети все больше стирают границы личного и работы. Это странички молодых педагогов России, образцовый торс учителя английского языка, но есть и обратная сторона. В Рубцовске все еще расследуют смерть школьницы. И в соцсетях считают не случайным, что в тот день ЗАУЧ вызвала ребенка на серьезный разговор из-за видео в ТикТоке. Должен ли учитель следить за аккаунтами своих учеников? Какова цензура для личных страниц учителей? Об этом мы пытались поговорить с барнаульскими педагогами, но все они отказали нам в комментарии. Однако одна из них выкладывает в социальные сети фотографии в купальнике. Но при этом ее аккаунт закрыт. Может быть, в этом и есть секрет успеха? Это не запрещено, но тем не менее я не думаю, что родители захотели бы повезти к такому педагогу своих детей. И не потому, что они запретят, но потому, что все-таки, наверное, учитель тот человек, который имеет еще авторитет. На этой неделе в Барнауле впервые собрались за одним столом педагоги, представители власти, полицейские и психологи поговорить о назревающем кодексе поведения обеих сторон. И даже представители образования в своих мнениях разделились. Мы работаем в школе, но мы люди. А у нас есть своя жизнь, у нас есть свои интересы, своя семья. И нам бы тоже, с одной стороны, не очень хотелось, чтобы наши родители знали какие-то подробности нашей жизни. Наши родители – это родители учеников. Те самые, что часто слишком активно, по мнению учителей, следят за их жизнью. Уже само это может испортить и поведение детей. Ведь это пример подчеркивают психологи. И контролировать родителям нужно прежде всего себя. Не нарушать это пространство, потому что когда мы нарушаем чье-то пространство, возникает вопрос к нам. Значит, другой человек так же может делать со мной, но я же на это не соглашаюсь. Поэтому эти вещи разграничить, ну как-то там с уважением относиться к пространству другого человека. Я считаю, что конкретно личная жизнь, именно не оценки, а личная жизнь – это неприкосновенно. Ну, наверное, конфиденциальность личной жизни не распространяется на вредные привычки и не распространяется на то, что может повлечь какой-то вред. Участники круглого стола надеются, что в будущем получится отстоять личное пространство всех участников образования и педагогов в частности, но только в том случае, если они сами не подставляются под удар, уверены эксперты. Например, выкладывая фото из ночных клубов с алкоголем в руках. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Залесовском районе высадят 10 тысяч гектаров леса, чтобы снизить углеродный след. Займется этим Центр экологических инноваций. Известно, что в районе уже арендовали сельхозугодие на 49 лет. Подобный эксперимент пока первый в стране. По словам ученых, деревья являются естественными фильтрами, которые способны поглощать углекислый газ. Таким образом, в будущем бизнес сможет компенсировать свой углеродный след и держать конкуренцию на рынке, предлагая экологичный, климатически нейтральный товар или услугу. Речь идет о покупке углеродных единиц. Пока же существует проблема. Сегодня в России углерод юридически не признан как товар. Но скоро это может измениться. Сейчас проект федерального закона об ограничении выброса барниковых газов, он прошел первой сети в Госдуме. Я надеюсь, что в течение этого года, ну, дай бог, может быть и весенней сессии, если этот закон будет принят, вот впервые появится вот эта юридическая основа по тому, что углеродная единица становится товаром на территории Российской Федерации. Кстати, ученые, которые собрались в политехе, рассчитали, какой углеродный след оставила их группа во время конференции. Это и перелет на самолете, и количество потраченной электроэнергии в конференц-зале. Учли отопление, поездки на машинах по Барнаулу, и не только получилось, что за время конференции в атмосферу было выброшено более 23 тонн углекислого газа. Подробнее об этом в нашем интервью, которое выйдет в субботнем выпуске. Не пропустите, чтобы узнать, каким образом каждый из нас может компенсировать свой углеродный след. Старинная мельница в Алтайском крае может получить статус объекта культурного наследия и привлечь инвесторов. Уникальный объект, построенный еще в Российской империи, находится в Михайловском районе, в селе Назаровка. Как одна мельница может круто повернуть жизнь деревни, в которой даже не везде ловит интернет? Эту мельницу никто никогда не прятал, но о ней мало кто знает. Хотя на сегодня это единственная сохранившаяся ветряная мельница в крае. Возраст солидный. В село Назаровка Михайловского района ее перевезли из села Ракиты еще в начале прошлого века. Не так давно архитектор Александр Деринг вместе с коллегами вернулся из экспедиции в Назаровку. Я посмотрел, как действительно есть мельница, такая вот именно существует, она выживая. Да, все, ну, единственное, не работает. Слушайте, говорю, так на срочную экспедицию, пока она там ее не уничтожила, не сгорела. Ну, мало ли что произойдет. Я очень боялся тоже за это. Поэтому первым делом, когда я приехал, я сразу кинулся обмерять ее. Вот просто вот даже не стал особенно рассматривать, ходить попозже стал смотреть. Я стал сразу ее обмерять. Обмерял, зарисовал, все. Мельница стоит во многом благодаря стараниям местного фермера, но и построена она на совесть. Специалисты уже сделали анализ дерева. Отдельные бревна датируются еще концом 18 века. Были умельцы и знатоки, которые определяли среди там тысячи пород деревьев в лесу, в бару, нужные именно дерева, высоты, чтобы оно было здоровое, чтобы оно было по своим свойствам не сучковатое. Теперь же предстоит подать документы в Алтайохранкультуру, чтобы поставить объект на охрану и начать его восстанавливать. Эксперты уже говорят, что старинная мельница может превратиться в бренд. Да, возможно, Назаровка не самое привлекательное туристическое место, но может им стать. Если рядом создать инфраструктуру, проложить тур-маршруты. Хотя, конечно, смешно, что у нас там в родина единственная мельница в Алтайском крае стоит на охране, записана в списке и реестре объектов культурного наследия, но ее нет физически. А здесь есть физически, но она не стоит на охране. Тут же и мерч может сразу появиться, да, там, значки, там, не знаю, все что угодно, короче, по этой мельнице раскрутить эту тему можно. По пути там еще красивые места, там есть Малиновое озеро, еще какие-то озера, бары, ленточки, там прекрасные места. Будет обидно, если объект, который построили еще в царской России, исчезнет по глупости в 21 веке. Ведь при грамотном подходе эта мельница сможет вновь кормить местных жителей, но уже с помощью инвесторов и туристов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Завтра пожарной службе страны исполняется 372 года. В преддверии этой даты спасатели организовали для горожан большую площадку и подарили возможность примерить боевую одежду и даже порулить спецмашиной. Кто остался в восторге, больше других знает Валентина Аскерова. Смотрят во все глаза и трогают на ощупь. Еще бы шанс побывать в пожарной машине предоставляется нечасто. Да еще и за рулем автоцистерны. Пожарной мне хочешь быть? Пожарной? Пожарной такая. Не очень. Я не понимаю, героично прям так. Ну, не знаю как-то. Но опасно. Да, опасно еще. Ну, интересно, конечно. Ребенка любит. Все машины спецслужб пожарных, полицейских. Он всегда на них обращает внимание. Близко мы никогда не подходили. А тут прям потрогали. А тут и потрогали. Вроде даже уходить не хотели. Понравилось нам. Говорят, что нам нравится. А, было. Нет. Золотистый ретривер, друг и помощник огнеборцев. Машины и мотоциклы из прошлого. Еще крутая фотозона. В честь Дня пожарной охраны любой желающий мог примерить спецодежду, вес которой без малого 8 килограммов. Ее, к слову, спасатели надевают в считанные секунды. 24 секунды, 23 секунды. Должен каждый пожарный вложиться в норматив по надеванию боевой одежды. Потому что время, это же затрата времени. Затрата времени на маршрут, подготовку, огонь ведь не ждет. Парад пожарной техники привлек сотни барнаульцев. Люди соскучились по масштабным гуляниям и хлынули на улице. Дышать свежим воздухом и впитывать праздничную атмосферу. Все соскучились. Я думаю, все с удовольствием ходят. Просто наслаждаются тем, что люди рядом питаются этой энергией. Очень понравился концерт. Потому что, ну, когда человек поет вживую, пробирает просто до костей. Поэтому, ну, здорово. К слову, одной из фишек праздника стал подъем жениха и невесты на подъемнике к небу. Такой подарок сделали коллеги пожарные. Он работает в МЧС. Ему позвонили, поздравили со свадьбой и позвали сюда. Мы за полчаса собрались с фотосессии и сюда приехали. Каково это, наверное, необычно. Но там прохладно. Кстати, на мероприятии барнаульцы смогли вспомнить навыки оказания первой медпомощи. А кто не умел, успешно их освоил. И кто знает, может быть, сегодняшний праздник в будущем спасет не одну жизнь. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Незаурядный футболист и тренер. Человек, который начинал играть с голкипером, но перешел в нападающий. Владимир Кобзев – икона алтайского футбола. В далеком 1986 году в финале Кубка СССР московская торпеда обыграла Донецкий шахтер со счетом 1-0. Единственный гол тогда забил именно Владимир Кобзев. Его нет с нами уже 9 лет. И сегодня в Манеже «Темп» стартовал первый межрегиональный турнир его памяти. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Игра в мяч, эмоции и поддержка родителей – в этом вся прелесть детского футбола. В межрегиональном турнире памяти Владимира Кобзева принимает участие 8 команд из Барнаула, Новоалтайска, Томска, Горноалтайска и Новосибирска. Соревнуются 8-летние спортсмены, а те, кто раньше тренировался под руководством самого Кобзева, благодарны ему за то, что начали играть в футбол. Он был моим тренером в команде «Динамо» Барнаул. При нем я заиграл, заиграл достаточно качественно. После работы с ним меня позвали в команду первого дивизиона. Поэтому я очень хорошо прогрессировал под его руководством. Поэтому мне захотелось отдать дань памяти и организовать турнир его имени. И таких футболистов сотни. Благодаря Владимиру Кобзеву футбольный мир увидел братьев Березуцких. Они успешно играли за московское ЦСКА и были лидерами в составе сборной России. Или Александр Яркин. Также начинал свою карьеру под руководством Владимира Кобзева. И успел поиграть за Краснодар и футбольный клуб «Рубин». А уже как два года тренирует детей. И с улыбкой отмечает, что работать с детьми для него уже как наркотик. Вкладывая всего себя, выплескивая эмоции, видеть результат юных футболистов. Важно для каждого тренера. Получаешь ты от этого больше, чем как эмоции были, когда я играл. Совсем другие эмоции. Но когда ты вкладываешь всю эту душу туда, каждый раз все это повторяешь, повторяешь. Ребенку, который еще там отчество мое не умеет выговаривать, так скажем. И когда у него это получается, такие чувства испытываешь, что в футболе такого не было. Темой важна роль детского тренера. Ведь юные футболисты еще не знают, что такое контракты и деньги. Они просто играют в свою любимую игру, не думая ни о чем. А через пару лет мы увидим, как те самые футболисты защищают цвета национальной сборной. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова